И мы снова в нашей студии, и сегодня у нас сейчас в гостях чаровательная Салтанат. Кто-то, кто смотрел массаж с коррекцией лица, уже с ней познакомились. Салтанат приехал сюда с мужем и с ребенком Альмиром из Кыргызстана. Добрый день, Салтанат. Так, скажи, пожалуйста, что же вас привело к нам сюда? Что случилось с Альмиром? Как это протекало? Что было дома? Вот два слова, кратенько, о своей истории. Ребенок к двум годам еще не разговаривал. К двум годам мы заметили, что он не отзывается на свое имя, даже чуть больше, чем два. Ну, мы казали, нам казалось, что это может быть особенность характера. В туалет не просился, но тоже казалось это, ну, это... Ну, бывает. Дети разные, развитие идет по-разному. У вас первый ребенок. Это был второй ребенок, но старший тоже он поздно начал говорить. И я думала, тоже будет и со вторым. Ну, к трём годам у него нарушился сон, были ночные истерики. Не всегда, но они были. Он мог часами плакать истерично. Он также не, скажем так, не отзывался на свое имя. Даже не было желания у него как-то говорить или играть с детьми. Он находился вокруг детей, но он все равно играл с самим собой. С сам собой, да. То есть к детям не присоединялся. Скажи мне, пожалуйста, кто обратил внимание на то, что все-таки есть проблемы? Ну, в основном родители, родственники стали... То есть они стали говорить, а что с ребенком? Ну вот, и что вы предприняли? Ну, вот пришло время, когда вы все-таки поняли, что это не особенности ребенка в развитии, а что это проблема. И что вы предприняли? Мы стали ходить по врачам. Мы в то время жили в Пекине, и мы обратились в нетрадиционную медицину, в первую же участию. Вот очень интересный момент у нас такого не было, что по работе, так скажем, да, вы оказались в Китае. То есть, казалось бы, традиционная, нетрадиционная медицина, восточная, сама как бы китайская... У нас таки традиционная, основанная на традиции. Да, это и есть традиционная. Нет, ну, в данном случае, да, в данном случае мы говорим для европейцев нетрадиционно. Вот. Не важно, ну, традиционная восточная медицина. Ну, и что же они вам сказали? Вот здесь очень интересно, потому что у нас еще не было такого вот разговора, потому что обращались там к специалистам, учившимся в Европе, работающим в Европе, а вот с Востока мы как-то еще не сталкивались. И что сказали специалисты в Китае? Они посмотрели, послушали нас, на ребенка смотрели к поведению во время диагностики, то есть пребывания там, и они просто сказали аутизм. То есть там тоже сказали аутизм? Да. И что они сказали, лечить бум? Они сказали, что это корректируется. И вот опять слово, вот слово, которое мы не приемлем, но, к сожалению, очень часто опять речь идет о коррекции, то есть речь идет о каких-то, ну, может быть, там чуть больших, чуть меньших, но о каких-то улучшениях, но не кардинальном изменении, да? Вот лишнее подтверждение тому, что это везде, нет других методик, никто не предлагает, никто не говорит об излечении. Ну и как вы к этому отнеслись? Это вас устроило? Нет, мы даже не поняли, но мы поняли, что это что-то не очень хорошее. Мы дальше, мы приехали к себе на родину, там стали ходить уже по специалистам, услышали ужасные слова о том, что, ну, какая у нас будет жизнь. Никто не предлагал, как бы, лечение, да? Никто, то есть, что нам с этим делать? Просто люди рассказывали, какая нас ждет жизнь. То есть, заканчиваясь на это, мы просто уходили. Султанат, вот там салфеточки, да, стоят, все это уже в прошлом, да, ну вот, и как вы, ну, и понятно, что это был шок, наверное, да, это была где-то трагедия внутри семьи, и что дальше? Ну, я все равно, и мои родители очень поддерживали в том плане, что с ним нет ничего такого, не переживай, все будет так, как ты скажешь, как ты подумаешь. Поэтому никаких мыслей вот таких негативных, что с твоим ребенком что-то нет. Главное, чтобы ты не допускала, потому что врачи, они не боги, они говорят то, что чему их учили, и все. А ты должна, ты лучше знаешь своего ребенка, и как бы в твоих руках... Надежда все равно оставалась, и как вы нашли Давида, как вы познакомились? Мы, спустя два с половиной года, мы занимались, ну, так сказать, коррекцией, если можно. И вот зимой моя мама буквально отправила мне запись мамы Вити и Азиза. И я даже не стала до конца слушать. Я поняла, что ребенок вышел из этого. Я тут же в интернете, в Яндекс пробила, Бердавид, тут же нашла, контакты написала и на почту, и ватсап, и ждала. Я не стала смотреть, как, что. Я поняла, что мне было все равно, как это. Но если это работает, то мой долг побыстрее. Скажи мне, а вот, ну, есть ведь, да, специфика, специфика в том, что, ну, вот, Восток, как бы, да, вот, особое, как бы, ощущение отношений в семье и так далее, и так далее. Ну, ты практически сразу, ты поверила в это, или ты решила, а, ну, вот, если помогло, давайте попробуем. Я, вы знаете, я, я не думала. Я просто пошла, и все, мне это надо. А как, а как к этому, а как к этому отнеслись дома, там, муж и родители? Вы знаете, дома уже все пришли к тому, что, если это помогает, то есть все были за, все уже, вот, знаете, настолько, наверное, уже, уже, никто, как бы, никаких вот отрицательного ничего. И начались сеансы, что, что стало меняться, что происходило? Самое главное, она тот момент нас беспокоила, он стал самостоятельно проситься в туалет, то есть. Уже после первых сеансов? Да, да, то есть, может, были какие-то раз-два осечки, но через две-три недели я уже, знаете, у меня, я уже не стала за ним охотиться. То есть, он стал тянуть за руки. Через два месяца он перестал тянуть за руки, он уже сам, сам, как бы... Сам стал себя в этом плане абсурдом. Да, то есть, он стал более самостоятельным. Раньше я, выходя на улицу, держала его за руки, потому что он мог убежать, куда глаза глядят. Через дорогу, на всю минуту, да, то есть, ему было все равно. А тут я замечаю, что он просто идет рядом. Если я иду вперед, он видит и подбегает. Если он убегает вперед, он выжидает, оборачивается и смотрит. Иду ли я? То есть, понимание стало улучшаться. И он начал обращать внимание на детей, он стал хотеть с ними играть. Только он не знает, как это сейчас сделать. Он просто вливается в круг и смотрит на детей, потрогает и вот тянет. То есть, ну, он почувствовал, что, как бы, что там интересно, что появился и появился интерес. Ну, и здесь вы, как бы, да, постарались ему помочь, научить его, да? Скажи, пожалуйста, Танат, а вот сколько времени продолжались дистанционные сеансы? Дистанционно, получается, три месяца. Три месяца. То есть, это произошло за три месяца. Ну, понятно, что это был даже, наверное, не каждый день, да? Каждый день, не очень реально. И когда вы поняли, что надо приехать вдруг, почему появилось такое решение? Мы приняли сразу, после первого-второго сеанса мы приняли сразу решение. Просто очередь пришла на июль. Ну, достаточно. Мы не можем пока принимать в таком количестве, в котором к нам хотят, но что делать? Конечно, тоже не сможем. Ну, у нас поточного производства нет. Да, да, тут индивидуально. Ну, неважно, Юль, Юль, вот вы, вот вы приехали. Значит, вы у нас здесь находитесь, ну, почти три недели. Скоро заканчивается, я знаю, что вы скоро уезжаете. Ну, вот расскажи, что же произошло в центре, как проходило лечение, какие результаты. Как, ну, давай пока, да, чтобы все вопросы не сразу. Вот пока по поводу ребенка мы поговорим. Альмир стал самостоятельно правильно одевать свои вещи. То есть раньше он мог наизнанку одеть и уйти. Сейчас он одевает, он смотрит, как он одевает. Он улыбается. Мы всегда думали, что он очень серьезный и зажатый в себе как-то там. Нет, он теперь улыбается. Он, знаете, у нас был праздник, он был в центре. Обычно он убегал, он не любил шум людей. Он был в центре. Он был от начала до конца, он танцевал и пел. Он был в центре всего этого события. Вот интересно, скажи, пожалуйста, а раньше вообще вы замечали, что он может петь? Не очень. То есть было, да, но сейчас он прям по нотам. Сейчас все замечают, что он умеет петь. Причем, причем, когда он кричит, он там слышны, что это мелодия. Причем, что самое интересное, что он очень хорошо поет. Он хорошо поет. То есть, ну, я не могу сказать, что профессионально, но это вот та способность вдруг открылась, да? Когда мы всегда говорим, что у таких ребят, у них закрыты таланты, закрыты какие-то сверхспособности, но вот у Амира они появились в пении, я думаю, что в музыке в дальнейшем. Вот, но что-то еще? Он танцует, он смотрит и пытается повторить. И если там задействовано два-три человека, он приглашает меня тоже. То есть он понимает, что это парня? Да. Сколько ему сейчас лет? Сейчас вот в субботу будет шесть. Шесть лет. То есть в три года вы начали вот это вот диагностирование. За Давидом вы занимались, да, где-то три месяца. То есть вот эти результаты, грубо, за там три с половиной месяца, за три с половиной четыре месяца, вот, да? И это я вернусь к тому, да? И это после того, что все сказали, что вылечить невозможно. Да, да. Что если он когда-то и начнет говорить? Да, в Китае в том числе. Да, они говорили, можно скорректировать. Ну, никто, вот, интересно, никто не... Скажи мне, вот, твои близкие там на родине, да, вы же общаетесь, они видят Амира, ну, в скайпе там, да, вот, они замечают, что он другой, что говорят вот люди, которые там на расстоянии, которые его еще не видели воочию. Да, они говорят, у него взгляд изменился. Он, у него уже, вот, видно, что он уже не просто так, а вот, вот, обдуманный, что ли, естественно. Понимающий. Он стал очень понимать. Султанат, вот, у меня такой немножечко провокационный вопрос. Скажи мне, пожалуйста, когда вы с мужем сюда приезжали, вот, ну, ехали, пришли в центр, у вас были мысли о том, что какие-то проблемы есть у вас? Конечно. И нет мысли, что вот у вас действительно проблемы, и вам с этим надо что-то делать. Или вы были сконцентрированы на ребенке? Я не знаю, как мой супруг, но я понимала. Ну, и вот, что же получилось после трех недель пребывания у нас? С тобой непосредственно. Со мной, у меня идет перелом. Что значит перелом? Что тебя ломают, как после наркотиков? Что это значит? Расскажи нам поподробнее. Что с тобой происходит? Во-первых, физически очень много проблем разрешилось. И они не просто разрешились, этот процесс идет. И в плане морально, психологически, я как-то... Становишься другой. Да, может быть, я... Рождаемся заново. Да, я могу так сказать, потому что... Я могу сказать, что психологически я хорошо здесь поломалась. Так это... В хорошем смысле этого слова, то есть не поломалась. Наверное, я поломала старые какие-то свои обиды, может быть. Какие-то переживания я оставила их. Нет, они просто стали излишними. Мы увеличим количество здоровья и радости, а это решается параллельно. Вот скажи мне, через день вы уезжаете, скажи мне, пожалуйста, вот если я сейчас скажу фразу, только давай честно, если я скажу что-то не так, ты без всяких обид, скажешь, что ты не прав и так далее. Можно ли сказать, что ты уезжаешь отсюда, вот ты сама лично, как мама, как женщина, как человек, что ты уезжаешь отсюда со всем другим человеком? Конечно. А в чем это проявляется? Что в тебе открылось? Можешь сказать, вот так вот сформулировать сейчас? Я понимаю, что немножечко, наверное, трудно, это еще нужно осмыслить и осознать, потому что пока только чувства, но все-таки. Я, наверное, увидела себя другой. Я поняла, что я не такой уж плохой человек. То есть ты думала, что ты плохая, а оказалось, что вовсе даже не очень плохая, да? Процессор для Низанова, да? Ну, он, нет, в данном случае, в данном случае, смотри, это вопрос, наверное, вот даже эти слезы, которые есть, это вопрос очищения, это уходит вот то, что годами накапливалось внутри, да? Согласны со мной? Поэтому, ну, наверное, и переживать, и стыдиться этих слез просто нельзя, потому что это вот возрождение нового человека, и мы пожелаем салтанат... Рождение счастливого. Да, рождение счастливого. И успешного в жизни. Да, совершенно верно. Вот, что она как бы вот в новой сути, в новой своей, вот, ну, скажем, да, в своих ощущениях, она способна гораздо большего достичь и для себя, как для, ну, для человека, для специалиста, не забывайте, что она у нас специалист, она работает с людьми, вот. С одной стороны, с другой стороны, гораздо больше дать ребенку. То есть есть возможность, да, поскольку, ну, выяснили, что ты стал ощущать себя хорошим человеком, так ты вот эта вот хорошесть, ты дашь и Амиру тоже. Ну, и я думаю, что семья вот с этим учетом будет только крепче. Да? Или, по крайней мере, ты будешь чувствовать себя в ней гораздо более увереннее. Да. Ну, напоминаю, что мы работаем одновременно со всеми членами семьи. Конечно, 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 я сознательно не затрагивал отношения внутри семьи, просто хочу сказать, что все понимаем, что со всех сторон, и со стороны тебя, и со стороны мужа, они изменятся, и мы, наверное, присутствуем. Сегодня, может быть, при таком вот рождении, формировании, как бы, да, вот семьи, которая, ну, рождается как бы заново, которая по всем параметрам, по всем показателям способна стать счастливой, с здоровым, счастливым, талантливым ребенком, чему мы вам желаем. И последний традиционный момент, буквально там два-три слова сказать вот тем, кто нас слушает, чисто от себя, без моих там каверзных вопросов, которые доводят до слез, сказать, что ты хочешь пожелать мамам, детям, которые еще к нам не приехали, которые ищут пути выздоровления своих детей. Я желаю веры, твердо верить в то, что ваш ребенок, он не особенный, он прекрасный, он полноценный ребенок. Он может быть особенный, но с точки зрения таланта, способностей. Что он прекрасен. Что он прекрасен, что он здоров, что у него будет полноценная жизнь. Успешная. Успешная, счастливая, полноценная жизнь, не завися от родителей. Ну, спасибо большое, талант. Мы желаем вам искренних счастья, успехов в вашей семье, вот, успешной легкой дороги. Завтра вы уезжаете счастливо. Ну, и мы надеемся, что мы вас увидим еще раз здесь, да, что вы захотите, может быть, уже приехать просто в гости на землю Израиля. Да, на землю Израиля, потому что здесь есть не только христианские иудейские святыни, но и мусульманские, вы их видели, да, были там, вот. Поэтому мы с удовольствием будем рады вас видеть. Здоровой, счастливой семьей, всего доброго, всем удачи вам и удачи всем. До свидания, спасибо. Вам спасибо.